Этот ролик для тех, кто слушает Кадырова, верит тому, что он говорит, Кадыров и его пропаганда. Мы тут с товарищами нарвались на некоторые высказывания Кадырова, которые он делал до этого, и которым он сам не соответствует. То, к чему он призывает людей, но сам не показывает им примера, как им действовать в подобных ситуациях. Давайте начнем с разговора Кадырова со своим министром печати информации и массовой коммуникации в национальной политике с Ахмедом Дудаевым, который, эта встреча у них состоялась два года назад, в 2019 году, и вот что Кадыров говорит своему министру на этой встрече. Одного этого, того, что тебя назвали незаконнорожденным, говорит Кадыров своему министру, одного этого, говорит, достаточно уже для человека, чтобы выйти, выйти на войну, чтобы мстить, чтобы убивать. Просто то, что тебя назвали незаконнорожденным, дает своим слушателям, тем людям, которые верят Кадырову, его аудитории, он дает эту информацию. То есть вот так, он говорит, вы должны действовать. Если вас обвинили в том, что вы незаконнорожденный, то вы должны мстить за это. Одного этого вам будет достаточно. Но при этом вот этот вот симпатяга, симпатичный парень, депутат Единоросс, Магомед Хамбиев, я вынужден очередной раз напомнить, что этот человек в начале 2000-х обвинил отца Кадырова в незаконно рожденности. Давайте очередной раз покажем эти его слова Кадырову. Он обвинил твоего отца Кадырова в незаконно рожденности, но ты не только не вышел после этого, не только не отомстил ему, не только его никак не наказал за это. Вместо этого вы еще устраиваете вот такие вот обнимашки. Это человек, который сегодня, помимо того, что является депутатным единороссым чиновником в Чечне, российской Чечне, который управляет Кадыров, он еще и вхож в окружение Кадырова, он с ним устраивает эти обнимашки, они там друг с другом встречаются, делают какие-то пятичасовые эфиры, признаются друг к другу в любви. То есть на своем примере Кадыров почему-то не показал этой своей аудитории, слушающей его и доверяющей ему, хоть этих людей и мало, но они ведь все-таки есть, какое-то количество людей тебя слушает, Кадыров, эти люди доверяют, это какая-то там молодежь, это дети, допустим, твоего окружения, и вот они слушают подобные речи, но им-то нужно и пример показывать. Ты говоришь, ты оскорбляешь детей, ты оскорбляешь Закаева и призываешь его детей мстить, чтобы они приехали и тебе отомстили, но при этом сам ты пример такой не показываешь. Покажи этим своей аудитории, своим ребятам, покажи пример, как нужно мстить за подобные слова. Есть еще один пример таких же противоречий в действиях Кадырова. Давайте вот для начала, например, посмотрим, как Кадыров танцует. Вот я специально убрал музыку из этого ролика. Я думаю, вы и так понимаете, что она там на фоне звучит. И вот Кадыров танцует со своей супругой, это чья-то свадьба. Танцует, неплохо, кстати, двигаешься Кадыров, энергичный молодец, несмотря на свой излишний вес, неплохо двигаешься. Это вот племянник Кадырова, Хамзат Кадыров, тоже танцует. Я мог бы, в принципе, эти кадры не показывать, мы и так все прекрасно знаем, что все и Кадыров, и его окружение, они все любят танцевать, они любят танцы. Они при каждом удобном случае, они танцуют и отстаивают это право на танцы. Но давайте посмотрим вот этого человека. Для начала мы посмотрим, что он говорит, а потом я уже расскажу вам, кто этот человек и о чем он, собственно, говорит. Итак, разговаривающие на этом видео, человек, это Адам Ильясов. Это и сегодня действующий заместитель муфтия Кадыровского, Саллаха Межиева. Этот Адам Ильясов в различные годы занимал различные должности, он был кадием города Грозного. То есть это действующий Кадыровский мула. И этот действующий Кадыровский мула на данном видео говорит, что человек, который танцует, как он говорит, недостойно, когда мужчина танцует. Танцующий мужчина, он говорит, по шариату, он не годен для того, чтобы свидетельствовать. То есть как свидетель в суде, в шариатском суде, там где будет проходить заседание, будет там сторона обвинения или защиты, он не годится как свидетель. То есть от него не принимаются свидетельские показания, говорит Адам Ильясов. Кадыровский муфтий. Это тоже человек, которого слушает кадыровская аудитория, люди, которые ему доверяют. Они слушают Адама Ильясова, Салаха Межиева, Адама Шахидова, всех этих людей они ведь слушают. И эти люди, они им должны доверять. Кадыров сам их поставил на такие должности, чтобы им доверяли, чтобы его аудитория им верила. Но вот что должна делать аудитория, когда она слышит, как Адам Ильясов говорит, что Кадыров и его свита, они негодны по шариату для того, чтобы свидетельствовать в суде. От них свидетельство не принимается, он говорит. А если поет, говорит Адам Ильясов, если мужчина поет, то он вообще не считается мужчиной. И женщиной, говорит, не считается. Это что-то, говорит, между женщиной и мужчиной. Настолько недостойны, говорит, ничтожества, если человек поет. А мы неоднократно видели, как Кадыров поет, подпевает, например, своим гостям, когда они поют песни. Кстати говоря, вот недавно, на днях, Кадыров устроил встречу со своими товарищами, пригласил туда старого певца чеченского, который пел знаменитую песню еще тогда, когда мы выиграли войну. «Ях, юлук, энди» называлась эта песня. «Ребята с честью» переводится. И Кадыров слушает, как эту песню поет ему этот наш певец. И подпевая ему, он говорит, что эта песня, мол, Закаев сказал, что она не для нас, типа спета, а для тех мужчин, но ее, мол, изначально пели для нас, там что-то такое. И он сидит, подпевает вот эту песню. И в этой песне звучат такие слова. Ребята, которые не променяли мир будущий на благо этого мира. Представьте себе, это то же самое, что назвать конкретно фамилию Кадырова и сказать, что вот ты, ты тот человек, который променял мир будущий на благо этого мира. Ведь все прекрасно понимают, кто эти люди, которые сегодня пользуются благами этого мира, и потеряли они мир будущий. Да, сегодня они, конечно, властвуют, сегодня им хорошо, сегодня они купаются в роскоши, они отдыхают в Дубае, они все, что сегодня могут, пожелают, то, что можно сделать за деньги, это все им сегодня доступно. Потому что мир будущий они продали, они обменяли этот мир будущий за эти блага. И эти слова ему поет вот этот вот наш музыкант, а это слова, которые были спеты тогда за тех наших ребят, которые не променяли, которые отдали свои жизни. Для них пелась эта песня. А променявшие, это как раз вот эти люди. И Кадыров сидит слушает эту песню, он знает, он знает, кто в этой песне он. И он сидит подпевает. Так вот, что же делать этой вашей аудитории, Кадыров, что ты им предложишь, как им теперь быть? Говоришь ты им одно, ты говоришь, что если оскорбили мать, сказали, что ты незаконно рожденный, то одного этого достаточно, чтобы выйти, говоришь ты, но при этом своим примером ты показываешь, что выходить не надо. Ты не выходишь, ты обнимаешься с человеком, который назвал твоего отца незаконно рожденным. Ты, твой мула, говорит, что танцующий мужчина это нечто недостойнейшее, а поющий это вообще даже не мужчина, и не женщина. И у танцующего не принимается свидетельство, но при этом ты танцуешь и поешь, а этот мула, сказавший эти слова, продолжает быть твоим мулой. Как в этой ситуации быть вашим сторонником, вашей аудитории, Кадыров? Подскажи этим ребятам, дай им какое-нибудь наставление, дай им выход из сложившейся ситуации, из этой дилеммы. Продолжение следует...